контрапунктус прислал список лженаучных учений сейчас мы зачитаем наверное не все знают из чего этот список состоит и он приведет нас к очень интересному выводу может быть кому-то он даже не понравится и так full history псевдоистория пара история антиистория лжеистория в частности новая хронология фоменко и носовского там много чего интересного в том числе они доказали что добавлено лишние тысячи лет альтернативная лингвистика это цифровой анализ истории фоменко методология посредством которой и была доказана новая хронология альтернативная история но это все что мы тут изучаем научный креационизм это истолкование библейских мифов как реальных научный подход в кабале и религии алхимия напоминаю алл эта приставка божественный называется алтарь аллатырь алгебра астрология нумерология волновая генетика петра горя его торсионные поля шипов и акимов уфология парапсихология телегония что забавно телегония работает на животных и считается лженаучной в применении к людям графология определение характера по почерку дианетика эта система перепросмотра кастанеды хаббарда и взятой из саентологии соционика определение социотипов по фрейду ну и разработана и развита аушрей френология определение характера по черепу физиогномика определение характера по чертам лица гомеопатия это сильно разведенные препараты либо бесконтактное перенесение свойств кстати это настолько антинаучно что многие гомеопаты были убиты там целый список их биорезонанс это такая методология сканирования нахождение резонансов и поэтому ставится диагнозы находятся болезни тоже хорошо себя зарекомендовала так это тоже лженаука оказывается биоэнергетика экстрасенсорика это само собой наукой отвергается на корню хиромантия нет это не презерватив это определение характера по руке вич-диссидентство отрицание вич недопустимо также нельзя отрицать пользу от прививок а тем более призывать кого-либо к отказу от прививизации поскольку это также уже научно нейролингвистическое программирование то есть нлп она антинаучно но однако же везде используется синергетика описание сложных процессов простыми формулами также изучение буквицы считается лженаучным то есть русский язык есть осознавание смысла составных частей слов то есть букв и словосочетаний является уже научным и так мы здесь видим перечень всех тем которые наполняют каналы альтернативщиков некоторые темы из этих мне не интересны а некоторые еще не вошли в список лженаучных вы как зрители этого канала должны признать что вас интересуют исключительно лженаучные теории а я я как нехорошо потому что вы все такие лженаучные чем же польза этого сообщения спросите вы а в том что вы о себе кое-что узнали новенькая написала микки насчет одной из ваших тем демонический путь развития взгляните на новый герб россии но это не герб россии а вооруженных сил россии на нем эскизы головы бафомета дьяволицы ну что я тут скажу в принципе можно согласиться что вся эта символика началась с начала библейского проекта поэтому вполне возможно что все гербы с птицами и прочими имеют сатанинское начало у золотарева есть интересный разбор российской символики начиная со средних веков опущенные крылья орел никуда не летит меч наружу внешняя военная экспансия то есть агрессия венок имперские амбиции георгий победоносец борьба с рептилоидами ну как вариант очень рекомендую лекцию золотарева к просмотру и многие тайны приоткроются такие например как и кто в подобных символах предсказывает будущее событие то есть сначала смотрим золотарева по ссылке под видео а потом легко самостоятельно разбираем что значит герб россии и читаем наше будущее написал майки бессмертный шел по городу увидел вот такую картину асфальт провалился а здесь арка пошел спрашивать сторожа что там было у сторожа или кого-то еще тот говорит там была котельная вот у меня была точно такая же история и в центре города также провалился асфальт и мы увидели с товарищами стояли долго потом обсуждали а в другом месте я спрашивал что там за подземный этаж тоже ответили это котельная а котельная получается на весь этаж странно да ну такой от масс стандартный но это еще не все здесь мы видим вот эту вот вещь вот эта штука это кокарда вот это кокарда означает принадлежность к военно-воздушным силам прошлой цивилизации и вот в этих старинных до потопных зданиях таких кокард достаточно много потом придумали египетских фараонов вот это все символика вот эта кокарда там есть у египетских фараонов расходящиеся от ней крылышки или оперения и так чтобы замылить это знание о прошлом написал сергей наумович здравствуйте валерий я последнее время изучал старинные пушки возможно нашел альтернативный ответ на волнующий многих вопрос какое предназначение шишки венгарда на задней части пушки все помнят со школы электрофорную машину на конце выводов этой машины стоят два шарика кондуктора самое интересное что если открутить один из них машина работать не будет и заряд возникать соответственно казалось бы просто шарик а играет непосредственную роль в накоплении заряда то что эти пушки не стреляли пороховыми зарядами это уже известный факт во первых они выполнены из бронзы и в настоящее время при попытке выстрела из такого агрегата приводило к его разрыву при первом выстреле да и нет никакой целесообразности производить массово дорогостоящие бронзовые пушки с невероятными росписями второе это нет определенного регламента по калибру все пушки разнокалиберные что тоже не особо гуманно выпускать под каждую пушку своеобразные ядра ну и последнее запаянные наверное в современное время резьбовые отверстия можно сказать под фитиль но зачем резьба во время существования этих пушек было изобилие атмосферного электричества соответственно пушка это использовала для выстрела электромагнитный импульс прототип современного электромагнитного оружия а именно рельсотрона а шишку и не надо было изолировать поскольку импульс шел по поверхности пушки это здорово что сергей намыч как и некоторые другие альтернативные исследователи в наше время нашел принцип действия как работали эти устройства прошлой цивилизации написал вася вот только что посмотрел прямую трансляции с города припять и осенило сколько времени прошло после чернобыльской катастрофы а город зарос деревьями и на зданиях тоже растут деревья надо сказать что припять так сильно не заросла за полвека на после потопных картинах заросли на домах были более кустистые явно они наросли за более короткий промежуток времени но этому и есть объяснение после катаклизма 19 века с неба текла грязь и глина и это способствовало гораздо более быстрому прорастанию деревьев на постройках вера духанина прислала вот такие фотографии засыпанного томска увидим там скрытый первый этаж под низом такая картина в каждом допотопном городе наблюдается даже не только в городе еще и в селах иногда очень похоже как вот мы снимали в сарапуле там вообще каждое второе здание такое вот здесь мы видим арку и засыпанное окно арка уходящая в землю вот так оно могло конечно и строительным мусором засыпано быть но как правило это все до потопное здание повсеместно на останках до потопных первых этажей настроены уже современное здание как правило из дерева строят смотрите в своем городе то же самое если вы увидите эту картину значит вы живете в таком же до потопном городе миллионы людей живут в этих домах в домах которые были построены до потопа 19 века павел храмов в один из дней смотрел твой выпуск артефакты от подписчиков на ю тубе после перекинула на видео ковчег в смысле но и ковчег на горе арарат и в видеоряде передачи я увидел это ну и за скриншотил согласитесь павел замечательный человек он все замечает вот вам пример как нужно уводить внимание в сторону чтобы люди думали совсем о другом расскажите про библейские мифы которые никто не сможет перепроверить ищите ковчег по всем горам которые никогда бы не смог перевести все виды животных земли размножьте мифы до бесконечности и у обывателя не найдется внимание чтобы обращать его на реальные факты которые можно уже предметно исследовать и изучать и таких потерянных пирамид на земле тысячи кстати как только находятся новые такие пирамиды на google картах они в течение ближайших недель а то и дней подтираются это давно замеченный факт не мной одним поэтому надо всегда делать скриншоты увидели что-то интересное делайте скриншот я уже на этом деле погорел написал владимир макаров здравия валерий смотрю ваш канал с семнадцатого года за что исполинская вам спасибо но еще до юбилея далеко 50-летие открытия канала будет так лет через я не доживу наткнулся случайно на видео на котором молния бьет из одного и того же места при покадровом просмотре удалось обнаружить некий объект предположительно тот самый зевс который управляет погоды высылаю вам это видео и сам кадр да согласитесь создается такое впечатление что здесь мы видим какой-то объект спрятался за облаками и молния все время бьет ему в нижнюю часть опять же доказать невозможно действительно что это объект поэтому смотрим наблюдаем удивляемся и мотаем на ус конечно александр занимается видеомонтажом на моем канале это же является удивительным человеком не просто так он попал нашу банду я его показать не могу но вот его палец и он показывает здесь своему другу как он растворяет облака и и и и и За три минуты? Само? Нет, что не растворяется. Это же парка. Нет, а почему то не растворяется, а именно то, которое мы выбрали? Это всегда растворится. Нет, ты давай эту дурость выключи свою. Я считаю все? Нормально? Нет, ты нормально. Или полностью? Тебе до конца его или хватит? Да она же все, я же вижу, она растворяется. Я также выкладывал на канал, как мы с женой убираем химтрейльный смог над прудом. Многие в комментариях писали, что у них также получается это делать. Кому-то это дается легко, кому-то с трудом. И не только растворять, но и создавать можно облака. Я совершенно уверен, что масса людей обладают такими способностями, но не придают этому значения. Летом я производил эксперимент, мы с сыном растворяли каждый по своему облаку. Так у него большое облако закрутилось в спираль, а потом растворилось. К сожалению, не снял на камеру, но предлагаю каждому испытать на личном опыте. И многих это потрясет, я уверяю вас. Итак, будьте бдительны, следите за странностями, фиксируйте необычности, обосновывайте детали. Доказательства допотопности своих городов публикуйте в местных соцсетях желательно. А то получается так, что своим показать стыдно, а вот примут за сумасшедшего, а вот Валерий как бы на канал прислать нормально. Он уже привык. Конечно, Валера все стерпит. Нет, он вам не царь. Эту плотину мы должны разрушить совместно, сообща. Нужно нести эти идеи в массы с великой миссией, посвятив себя альтернативизму. Ибо коммунизм, буддизм, садизм, социализм, фашизм и прочие измы уже не актуальны. Итак, присылайте свои деньги, артефакты жду.